В России становится все больше предпринимателей, готовых на риск. Это доказывают и данные налоговой. В стране появляются производители, которые планируют побить все рекорды по импортозамещению. Некоторые умельцы начинают с малого, делают моцареллу и даже сыр с плесенью в домашних условиях. И только для семьи. Но потом за деликатесным продуктом выстраиваются очереди. Лена Горшинина об успешном бизнесе на кухне. Шеф-поваром его сделали санкции. Лучший бухгалтер России Владимир Гаспарян вот уже полгода стоит у плиты. Ночами выполняет программу партии правительства импортозамещения в отдельно взятой квартире. Конечно, это сейчас затруднительно купить в магазинах. А там, где это все продается, стоит это как чугунный мост. Это неподъемно совершенно по деньгам. Коронное блюдо сыры с плесенью. И об этом знает уже весь подъезд. Запах, правда, быстро выветривается. Зато потом в холодильник, признается Владимир, заглядывать страшно. Но отлично получается только плесень. Чтобы не бояться этого сыра, можно взять обычную воду с солью, раствор соли, и обмыть. Смыть вот снаружи эту плесень. Дал попробовать жене, она сказала, так, все свободны остальные. Но тут же, правда, начали писать там друзья и прочее, что мы тоже участвуем. И нам кусочек, и нам кусочек, и так далее. Все съели, все довольны остались. Никто не умер пока, то есть все живы. И никакие санкции россиян не пугают. То, что нельзя купить в магазине, можно сделать самому своими руками. И горизонтов этому творчеству нет. Хочешь итальянские сыры, хочешь испанский хамон, в интернете можно найти любые ингредиенты. Главное, чтобы руки всем концом росли. И вот вам моцарелка. В изготовлении сыра, говорит Юлия Лосикова, нет ничего сложного. Итальянцы секретов из рецептов не делают, а молоко у нас не хуже. Лично она освоила производство более 20 видов сыров. И об их вкусе знает уже полподмосковья. Я не сдавалась целью сделать из этого бизнес, но сейчас уже подумываю об этом. И таких кулинаров, как Юлия, становится все больше. Самый перспективный бизнес в продаже различных споргрибов и заквасок, а ведь еще полгода назад покупатель обходил их стороной. Спрос увеличился в разы. То есть, что мы, когда мы открылись, и что сейчас это небо и земля. Конечно, покупателей очень много. Нам грех жаловаться, да. От реальности не отстает и интернет. В поисковых системах запросы о производстве, например, Камамбера или Хамона, уже превысили десяток миллионов. Впрочем, примерно столько же россиян, в принципе, не знает, что это. Активно тиражировали у СМИ, что запретили ввоз иностранных продуктов, и как же так, теперь никто не сможет поесть Хамона. А люди, которые раньше не знали этого слова, такие, ну, чего же мы лишились, давайте посмотрим. В селе Каастек Дагестана о программе по импортозамещению ничего не слышали, но давно ее выполняют. Сырые делают только дома, зарубежные здесь не в почете. Наши, например, только свои кушаем. А тот покупной, мы не знаем, как-то, как клей, что ли, не знаем. Не понимаем мы его даже, можно сказать. А ведь шансы стать любимым сельским блюдом у Камамбера были. Заказали в оселяне, раз на свадьбу, да не справились поставщики. Но кормить им 300 человек вагона не хватило. И спасать положение пришлось кормить Зойке. Из ее жирного молока за день произвели несколько головок сыра. Так что от заграничных продуктов здесь отказались давно, еще до санкций. И вкус, мол, и объемы не те. А Зойка до сих пор ходит в передовиках по импортозамещению. Елена Горшинина, Мурат Магомедов, Дмитрий Помельников, Эдуард Рыцебуржинский, 5 канал.